С Дома управления и судебные приставы по должникам. Накануне прошел очередной рейд с целью проверки имущественного положения должников, получения информации о них и об их задолженностях. Кроме судебного пристава, в нем участвовали пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, представители ремонтно-эксплуатационного участка, а также председатель Совета многоквартирного дома. Рео у нас долги взыскиваются, мы над этим работаем, еженедельно проводим данные рейды. Накладываем аресты имущества, выставляем требования, делаем все, чтобы погасить задолженность. Обычно приставы посещают несколько квартир за один рейд, но не всегда получается застать должников дома. В этот раз вышло именно так. Соседи жильцов спешили сообщить, что хозяева квартиры уехали на север. Посещение других должников оказалось более успешным. Собственникам жилья было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, по которому в течение пяти дней жильцы могли оплатить долг. Однако этого не произошло. Поэтому следующим шагом судебного исполнителя стало составление акта описи ареста на имущество, по условиям которого жильцам был дан 10-дневный срок на погашение долга. Если бы были неплатежно способные, многие же платежно способные, почему-то считают, что это необязательно. Лучше они куда-нибудь съездят, отдохнут, лучше в море покупаются, чем они будут платить. У нас же по текущему ремонту мы ничего не можем выполнить полностью, все с работой, потому что должники, долги, конечно, есть. И одни и те же, одни и те же. У нас даже не меняются они полностью. Застать должников следующей квартиры не удалось. По словам соседа, снимающего комнату у хозяйки, она должна была в скором времени вернуться, но собственница жилья так и не появилась. Исполнительное производство по взысканию долга жильцов данной квартиры было возбуждено в середине июля, но сумма их задолженности продолжала расти. В таких случаях судебные исполнители имеют право начать процесс принудительного взыскания заработной платы, пенсии или других обнаруженных источников дохода должника. Стараемся до каждого должника попасть и выяснить конкретно причину, по какой причине не оплачивать. Если есть трудности, предлагаем, у кого материальные трудности в жилком сервисе, оформить субсидию, если положена им какая-то отсрочка. По словам сотрудников РЭУ, добровольно оплачивать задолженности соглашается лишь часть недобросовестных жильцов. В этом году на принудительное взыскание было передано 142 исполнительных документа на общую сумму 5 млн 225 тыс. рублей и внесено гражданами задолженности на 4 млн 933 тыс. рублей. Точную информацию о своих долгах каждый может узнать на сайте Федеральной службы судебных приставов в сервисе Банк исполнительных производств.